Закон для завершения земельной реформы вступил в силу, что он предусматривает. Сегодня вступил в силу закон, который позволяет передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность. Он необходим для завершения земельной реформы в Украине. Документ вчера опубликовали в издании «Голос Украины». Он вступил в силу на следующий день после обнародования. Однако ряд его норм введут в действие спустя 3-6 месяцев и год после опубликования. Закон разрешил передавать земли государственной собственности за пределами населенных пунктов в коммунальную. Исключением являются земли, необходимые государству для выполнения его функций. Органы местного самоуправления получили полномочия менять целевое назначение частных зимучастков и утверждать планы детальной планировки территории за пределами населенных пунктов. Общины будут самостоятельно решать, продавать или сдавать участки в аренду. Вся выручка пойдет в местные бюджеты. Изменения целевого назначения происходят по инициативе собственников. Изменения могут осуществить сельский, поселковый, городской совет. Отказ Совета министров автономной республики Крым, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления в изменении целевого назначения участка или оставления ходатайства без рассмотрения можно будет обжаловать в суде. В главном юридическом управлении парламента подчеркивали, что отдельные положения закона направлены на облегчение доступа иностранцев, лиц без гражданства или иностранных юридических лиц к приобретению в собственность земельных участков. Это фактически приводит к декларативности законодательного положения о запрете этим лицам получать в собственность дефекту землю сельскохозяйственного назначения. Напомним, 28 апреля Рада приняла соответствующий проект закона во втором чтении. Голосование за закон в зале сопровождалось криками гоньба. Парламентарии начали его рассмотрение 16 марта и прошли 3128 поправок ко второму чтению документа. Как писала РБК Украина, в середине ноября прошлого года ВР одобрила этот закон за основу.